Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. Не забывайте подписываться. У нас сегодня домашняя еда. Вкуснейшее пюре с куриными котлетами. Также здесь у нас грейпфрут, редиска, мой любимый брокколь. Обожаю его. У меня урчит живот. И давайте приступим, не будем томить. В общем, извиняюсь за вчерашнее мое отсутствие. Хотя я и обещала, что все видео будут каждый день. У меня такая проблема. У меня растут зубы мудрости. Я пью обезболивающим. На 2 часа мне хорошо. Потом опять. И вы знаете, я такой человек, несмотря на то, что у меня зубы были кривые изначально. То есть я вставила брекеты. Несмотря на все это, зубы сами по себе были очень здоровые. То есть такой проблемой, как болит зуб у меня до сегодняшнего дня, наверное, пару раз было. До того, как я поставила брекеты, у меня вообще ни одного запломбированного зуба вообще не было. Вкуснотища. Это меня очень сильно мучает. Вчера вечером легла спать. Просыпаюсь в 3 часа ночи из-за зубной боли. И никак не могу уснуть. Пью опять обезболивающая. Я вас очень прошу, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто удалял зубы мудрости. Поделитесь своим опытом. Я вообще к боли очень терпеливый человек. Некоторые девчонки идут на лазерную эпиляцию и говорят, блин, это так больно. У каждого, наверное, болевой порог свой. Но мне, например, на лазере вообще не больно. То есть, естественно, неприятно, но терпимо. И вроде бы я не паникюр, но, блин, это невозможно терпеть. Терпеть можно все, кроме зубной боли. Поэтому вчера не было мукбанка. Я даже особо не рисовала. Просто лежала. Выпила обезболивающее, походила по магазинам. Сегодня у моего дворного брата, у дочки день рождения. Мы обычно как делаем? Чтобы дети не обижались, мы покупаем подарок и дочке, и сыну. Да, они сами тоже обычные дни рождения вместе делают. И вчера я просто ходила, думала, что можно подарить. Сначала думала, может, что-то из косметики уходовой. Потом думаю, что ей всего 13 лет. Или 12. Как-то рановато, наверное, косметику дарить. Одежду тоже не поймешь. Смотрела косметички. Косметичка Victoria's Secret у нас стоит 70 монат. Это 3000. Вот такая косметичка. И, к сожалению, у нас нет официального дистрибьютора. На 100% оригинал это или нет. Или хорошая паль, тоже непонятно. Поэтому косметичку я брать не стала. В общем, ходила-ходила. Мама предлагает просто подарить деньги. И уже дальше пусть сами выбирает. Я просто вспоминаю себя, свое детство. Я лично ненавидела, когда мне дарили деньги. Я любила именно подарки. В конце дня своего дня рождения я просто раскладывала все подарки. Миллион раз пересматривала. Не знаю, делала свочи чего-то. То есть мне по кайфу было бы, чтобы каждый обязательно подарил мне какой-то подарок. На деньги завтра мама купит что-то нужное. А что-то нужное родители и так и так купят. Когда это подарок, это какой-то сюрприз, что ли. В общем, я всегда очень ждала свои дни рождения. В детстве вообще этот день казался волшебным. С тех пор было модно снимать видео мои подарки на день рождения. Смотрела блогеров, которые показывали свои подарки. в конце вечера оставаясь один на один со своими подарками. Делала вид, что я тоже снимаю это видео. Обзорчик. Короче, пародировала. Катю Клэп Машу Уэй. Не знаю, как вы, но я все-таки считаю, что именно на детские дни рождения надо дарить подарки. Напишите, пожалуйста, ваше мнение. Смотрю историю Истории Оксаны Самойловой или вроде отписалась от нее. Короче, не помню. Она просто задрала со своим гайдом, который хочет продать всем каждая история про свой гайд. Купите у меня гайд. Как стать успешным. Поэтому я, по-моему, отписалась от нее. Сказала один раз, два раза, три раза. Ну, достаточно. Каждая полчаса история. Вот вы не понимаете, вы не покупаете мой гайд. А он поможет стать вам успешными. Да я ради вас это делаю. Я-то уже успешная. Я понимаю, ради нас. Но если настолько там благотворительность, то почему бы эту информацию не давать бесплатно? Или, например, разместить на просторы Ютуба и заработать, например, совсем чуть-чуть. Со 100 тысяч просмотров 80 долларов. А тут с каждого клиента по 80 долларов. В общем, он так преподносит, что блин, я для вас делаю добро, а вы не покупаете. Возможно, действительно, там какая-то бесценная информация. Я не знаю, что там. Может, я ошибаюсь. Но я отписалась. Меня уже раздражает каждая история. Ну что, вы покупаете? Ну что? Какое-то попрощайничество, честно. Не люблю такое. Конечно, дело каждого. Возможно, я не права, и вы меня захейтите. но еще до меня не доходит. В ТикТоке делают баттлы, особенно наши азербайджанские блогеры и начинают выпрашивать подарки. Это со стороны, кто не очень смотрится. Для меня самый большой подарок от вас мне это просто ваш просмотр. И вы поставите лайк и подпишетесь. Этого для меня просто достаточно. Никаких платных подписок мне не надо. никаких там, не знаю, подарков мне отправлять. Мне когда пишут, что мы хотим отправить вам подарок, что там. Я говорю, ребят, не надо. Самый большой подарок для меня, если вы будете смотреть мои видео. Все, на этом достаточно. Тем более, если ты ездишь на Роуз-Ройсе. Офигенный особняк. Зачем тебе нужно впихивать людям этот гайд? Ну, в общем, сейчас не об этом. Откуда, куда я? В истории увидела, что у нее дети у каждого ребенка по пачке денег. Реальные пачки. Она говорит, что я учу детей распоряжаться деньгами. Я, конечно, понимаю, распоряжаться деньгами, но такой огромной пачкой даже я не могу распорядиться. Не то, что ребенок пятилетний, да? не знаю, сколько было в этой пачке, но тысяч, наверное, двести, пятитысячные купюры были. Вот. И вы знаете, мне ближе в этом плане, возможно, она делает правильно, возможно, я не права, у меня нет своих детей, я еще молода для всего этого, но я смотрела интервью Ксении Собчак и она там говорила про то, что она категорически не разрешает своим гостям приходить к ней с подарком для ее сына. Категорически нельзя. И у нее спросили, почему? Она говорит, надо, чтобы ребенок радовался тому, что пришел кто-то в гости. а не думал, ой, кто-то пришел, сейчас мне будут вкусняшки или какие-то подарочки. Пусть ребенок радуется тому, что пришли гости, а в следующий раз придет кто-то с пустыми руками, ребенок повернется и скажет, а что ты мне принес? а что ты без ничего? И тут будет стыдоба. Я так послушала ее, поняла, что она реально права. Ребенок должен радоваться тому, что кто-то пришел в гости, а не тому, что мне сейчас что-то принесут. Вообще, мне очень нравится высказывание Собчак, хотя как человек она мне не нравится, именно ее методы воспитания мне очень близки. Очень много умных вещей она говорит, я прям сразу себе в копилку заметка. Очень мне нравится. Рассказывает о том, что у нее ребенок на правильном питании, это тоже круто. Я, наверное, это сделать не смогу. А, например, родила очень поздно, сделала себе карьеру, сначала не хотела детей. Это тоже мне очень близко. Конечно, если у вас есть желание, возможность, низкий поклон тем женщинам, девушкам, у которых два или более ребенка, это вообще огромный труд. И вы молодцы. Особенно те, кто без нянь справляются. Но мне близка позиция именно Собчак. Мы сегодня сильно нажраться не будем, потому что вечером мы идем на день рождения. и надо оставить в животике место. Так что сильно обжираться не буду, да я и наелась, если честно. Но сейчас время 12, до вечера я проголодаюсь. В общем, на этом все. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю! Субтитры сделал DimaTorzok